И розовые птицы, и счастье в ней стучится. На сцене вокальный ансамбль «Лора». Эти звонкие голоса звучат на многих городских праздниках. Коллектив с 25-летним стажем по праву называют визитной карточкой гармонии. Для нас, конечно, дата знаменательна. На самом деле у нас в этом году тоже был юбилей, 10 лет, как мы базируемся именно в гармонии. Всегда рады выступать на этой сцене для своих, грубо говоря. Для меня коллектив «Лора» – это уже как вторая семья. Мы всегда рады выступать на этой сцене. Образцовый ансамбль с лирическим названием «Подснежник». Самый старейший коллектив центра, ему 30 лет. Чуть младше – ансамбль народного танца «Журавушка» и коллектив «Жар-птица». В гармонии 12 творческих объединений. В них занимаются более 3000 талантливых ребят. Под крышей центра также нашли приют и пять молодежных движений. Руководит большой и дружной семьей Любовь Бороздина. У руля она 25 лет. Главная ценность, уверяет руководитель, это, конечно, кадры. Я работаю 22 года. Будет 23, 5 января 23 года исполняется. Для меня гармония – это любовь, творчество и хороший сплоченный спаянный коллектив. Это, наверное, часть моей жизни, потому что 28-й год. Здесь все – и учеба, и общение, и что-то новое. Я работаю с старшими детьми, с подростками. Это так интересно. Центр гармонии когда-то назывался Домом старшеклассников. Изменилось имя, но суть осталась прежней. Именно здесь школьники не только занимаются творчеством, но и получают основу разных профессий. Младшая медсестра, парикмахер, психолог, журналист, юрист или кулинар – такие специальности предлагает отделение допрофессиональной подготовки. Его выпускники потом становятся студентами вузов. В центре занимаются юные инспекторы движения, ребята военно-патриотического отряда «Пересвет», волонтеры. Ну а по большому счету гармония – это второй дом для школьников, где встречаются с друзьями и единомышленниками. Мария Константинова, Антон Бархатов. Местное время.